Мой приятель после того, как приобрел тандыр в компании Форнакс, заявил о том, что все остальные устройства, на которых он готовил ранее, перестали для него существовать. Я, конечно, допускаю, что мой приятель немного лукавит, но я с ним согласен в том, что тандыр это универсальное устройство, на котором можно приготовить как отменное мясо, так и великолепный гарнир. И сегодня мы будем готовить в тандыре два блюда одновременно, причем по разным рецептам. Смотрим далее. Здравствуйте! Во многом, благодаря своим белорусским корням, я с детства люблю картошку в самых разных ее вариациях. И сегодня мы будем готовить картофель в тандыре, причем картофель будем готовить сразу по четырем рецептам. Картофель с салом в мундире, картофель в фольге и главное блюдо дня – картофель обернутый в бекон. Но давайте сразу договоримся о том, что канал Fornax Film – это не кулинарное шоу, а канал, на котором мы с вами делимся своим опытом приготовления на том, чем сами торгуем. На канале Fornax Film есть несколько роликов, посвященных приготовлению пищи в тандыре. И, конечно же, мы рассказывали вам о том, как правильно делать первый рожек. Но спустя два с половиной года пользования тандыром я, конечно же, пришел к тому, что мне очень не хватает подставки под крышку. Поэтому сразу после покупки тандыра рекомендую присмотреться к этому аксессуару, так как он не только очень красивый, но и функциональный, и очень удобный. Конечно же, многие знают, что тандыр считается готовым тогда, когда при протопке внутренние стенки у него побелели. Но владельцам небольших тандыров, а небольшими, я считаю, тандыры массой менее 100 килограммов, я рекомендую протапливать тандыр еще 15-20 минут. Так и поступил и сегодня. Жду, когда полежки прогорят, и буду печь картошку. В первую очередь нам нужно подготовить картофель. Пусть он будет разного калибра. Небольшие картофелины пойдут у нас на обертывание беконом. Чуть побольше разрежем и запечем вместе с салом. Но это будет картофель в мундире. Специально для снимок я подготовил два сорта сала, просто соленая. И копченая. Картошечку, которую мы планируем зажарить в соусе, нанизываем на шампуры. Специально подготовленная смесь масла со специями. Чем больше, тем лучше. Здесь есть уже и специи, и соль. А теперь самое интересное. Мы будем чередовать сало с картошкой. Кусочки делаем небольшими для того, чтобы сало у нас успело растопиться и отдать весь свой самый вкусный сок картофелю. Картошку тоже небольшую режем пополам. Большую делим. Кусочки сала размером примерно 3 на 3 сантиметра, толщиной от 3 до 5 миллиметров. Теперь пойдет обычное сало. До этого было копченое. Сейчас мы будем надевать на шампуры картошечку в мундире. Немного посолим. И будем помещать шампуры в тандыр. За два с половиной года эксплуатации, конечно же, деформировался колосник. Но даже если вы думаете, что его можно исправить, не делайте это. Потому что вы его только разрушите. Лучше после того, как он прогорит, докупить новый. Внимательные зрители заметили, что у меня осталось два шампура. На них я приготовлю чивапчичи. Две колбаски из упаковки превращаются в одну люля. Очень неплохо. Крышечку закрыли. Ждем примерно 25 минут. Прошло полчаса. И я думаю, пора извлекать вкуснейшую картошечку. Картошка разварилась просто от слова абсолютно. Запеклась на славу. Ну и люля. Приготовились. Картошечка пропеклась, прожарилась. Готовилась она на шампурах, которые входят в комплект каждому тандыру амфора. А вот серьезно расширить ассортимент блюд, которые можно приготовить на природе, используя тандыр, можно с помощью дополнительных аксессуаров. Все они представлены на сайте farnax.ru и в розничных магазинах сети Farnax. Ждем вас в гости. Обязательно расскажем, что для чего предназначено. Ну и почаще заглядывайте к нам в социальные сети. Делитесь там своими рецептами. Ну а я с вами прощаюсь. До новых вкусных встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok